Так, всем привет, с вами Керакла, записываю на L50, играем 4 стола, хобби игроки. Темно-синенькие, погнали. Ну, в Фаранки Бо я с ним играю уже лет 10, если не больше. Такой регулярный хобби игрок, стату 40 на 22, открывается в MP40, фолдит на 3бет, 64, еще потом фолдит на 10бет, ну, 40, ну, как бы, с ним все равно, если он справа, очень легко играть. Ну, нет, я изолировать 9,4 не буду, это уж совсем. Вот тут за вторым столом справа какой-то товарищ 62 на 5, за четвертым столом 48 на 0, за третьим столом 40 на 0, и вот тут вот тоже со впипом 40, товарищ. Ну, короче говоря, играть можно. Сегодня вторник, по-нашему, там пол-одиннадцатого утра, столики нормальные. Самые лучшие столики будут часа через два, в теории, но сейчас тоже неплохие, где-то в полдень. Лучше всего столики, очевидно, когда меньше всего человек на сервере, потому что уходят, да, не хобби игроки, а уходят и шеряги, и хобби игроков достается гораздо больше нам. На cutoffice с отуздамой можно делать колл, на баттоне я предпочитаю не коллировать. 9,3 мы пытаемся забрать, там вот 5,5 полимпованный 3-way, но если не получилось, то чекфолдим, все. Мы достаточно часто будем забирать такой борт, да, потому что нас тут коллировать только, там, нормальный тузхай будет, и то у некоторых фишей он будет выкидывать дальше лоб. Если фигуи чекает, у него там, либо плохо сыгранная пятерка, либо нифига нет, и он чекфолдит. Плохо сыгранная, да потому что в олимпованном поте с хобби игроком никогда не стоит чекать сильную руку, в надежде на мифическую ставку. Тут поле супер пассивное, вы не получите ставку с блефом так часто, как надо. Король валет, буби открылись, чекфолдим. Поймали валет, оставим. По крайней мере одну улицу, смотря кто заколлирует. Лавия этот какой-то неинтересный, тут один этот франкебой, минус 26, бп на 100, но он справа, так что нормально пойдет. Так, тут випатч ушел, этот випатч в ситауте, можно поменять столик номер 3. Ну да, все оттуда уходят, очевидно. Так, тут у нас гатшот бэкдорфд, чел калирует на малом блайнде. Здесь два, две пары мы конечно ставим, тут две пары тоже ставим, цены две пары, да, нам кладут. Ну и легко фолдим без доезда, с комбодром эколировали, даже на спарринг-борте, потому что чел слабый. 11, 11, 11. Так, тут мы что делаем? 7, 10 поймали. Топ пару. Так, за этим столом мы пересядем. Так, я хотел вот сюда пересесть. Ну валет 7, так валет 7. Так, тут Flavia нас заколд коллил, да? Да? Ну почему бы нам не взять бесплатную карту? Вот, Magic River, нормально. То, что с король что ли? А нет, там блеф, ну как блеф, стрейт, ну. Это хобби игрок. Вот так вот и всегда должно играться. На фигне запираются и должны они проигрывать часто. Просто у меня вот несколько не очень удачных дней было. И тупо вот каждый стол вот такой вот минимум чел. Справа сидит, а ты сидишь за каждым саталом. Минус 100 bb на 100, минус 200 bb на 100, там на несколько сотен рук. Фолд на 100 bb 14, я сделаю маленький рейзик, думаю. Тут после нас только один регуляр, так что он нифига не понимает, так что мы можем делать такой рейзик. О, чел даже лимфолдит. Вообще. Псавчик. Это, конечно, второй по максимальному EV результат. Максимальное EV. Очевидно, если он насколит ML4, и у него рука хуже, и он нам все платит. Ну, такой тоже офигенно. У него тут всегда с нами монетка до флопа. Если он эту монетку фолдит и отдает нам банк, то вообще шикарно тоже. Без рейка. Без рейка всегда все шикарно. Так, вот эти випачи. Ну, тут один випач, вот этот пиклотис, вот этот мартиш чуть похуже, но все равно там нормальный. Он сам не ставит вообще на пропущенный, так что я буду разгонять под. Блин. 6BB. Что-то мне не внушает доверие 6BB. Тем более мы не попали. Ну, что-то вот сайдинг 6BB даже не хочется блефтрибетить почему-то. Инстинктивно, вот слово. Инстинктивно. Это, кажется, очень много. Я бы затребатил 5BB, 6 что-то. Ну, выставляться я с ним до флопа не буду, так что мы просто проколируем. Шестерка. Вообще классная карта. Он тут продолжит ставить. Десятки валета дамы. Ну, и на чекрейс он нас может положить на всякие дрова. Ну, в то же время, конечно, у него могут быть и тузы. Ну, мы попробуем. Валеты. Вот видите. Валет 10 открылись против адекватного чела. Мы не будем коллировать. Тут чел ставит сабет тупо 80% пота. Ну, там чуть-чуть меньше. Но все равно дикий сайдинг сабета бессмысленный. Но не то вы фишереги так ставят value, типа защищают. Видят флоп, который, типа, они должны там свои дамы защитить и ставят дикого размера сайдинг. Но они не понимают, что он против адекватного чела ни к чему хорошему не приведет этот сайдинг. Он тупо будет жестко не добирать. Я буду оверфолдить руки, с которыми бы заплатил ему. Ладно. Пока что мы в итоге не трогаем. Без причины. Из-за этого тус валет выкинул. Не затребетил. Бум-бум-бум. Так, этот агрессивный. Но все равно, ладно. Будем сквизить аккуратнее. Все, что я понял, что на этих лимитах хобби игроков нужно очень аккуратно сквизить без позиции. Потому что они любят коллировать. Если бы они любили 4-бетить, еще ладно. Но вот они любят коллировать и получаешь колл-колл. И с королем хайты в мультивее. Нет. Ну, конечно, если ты хитаешь топ-пару, то у тебя плюс-минус все более-менее. Но вот если не хитаешь, то красная линия твоя летит. Ну, соответственно, и ЕЕВ летят нафиг. Лесом летят. Через поля. Луга. Да. Интернет от мегафона. Вообще, ну, скорость обычная где-то до 50 мегабит у меня. 4G интернет, да. С торрентов закачивает где-то 4 и максимум 5 мегабайт в секунду. Это 5.8, это 40 мегабит, да, максимум где-то. Ну, вот это в дневное вечернее время ночью я не замерял. Тут на соседнем доме состоит антенна. Ладно, играем. Изолировали в такой борт. Мы поставим дефолтную одну треть. Много ставить не нужно, мы только сами себя изолируем. Большой ставкой. Так, изолировали лимпера шестерки. Ну и все. И пофиг, что этот борт мне подошел, лимперу не подошел. Вот это слаб, ну, непонятный спектр. 1 бб. Красавчик. 3 бб. Ну, ладно. Не будем комментировать действия хобби игроков. Это как бы туз 2. Вот это блеф. Ну, вы понимаете, да. Девятки. Так, пятерки. Не слишком хочется изолировать в УТГ. Тут после меня одни регуляры сидели бы тут. Вот такие бы люди я бы изолировал. Но потому что мы от вот таких мы не получим. Блеф 3 бета и посмотрим на флоп. А с пятерками я хочу посмотреть на флоп. Даже в мультивее, даже без позиции. Тятеркам на это наплевать. Они либо ловят сет, либо не ловят. Так что играбельность руки состоит только в том, чтобы хитнуть сет. Вот, все. Так, этот флавия сидит в сетауте с фишками. Окей, вернулся. Это, видимо, девушка раз на аватарке. Девушка. Ее зовут Флавия. 9-6 я только после одного кола буду заводить. В хедзапе не хочется играть. Окей, заводим. Шестерку поймали, но даже бэкдор FD нет. На полпота я даже вроде как должен сдаваться. От префлоп Рейзера, да. От префлоп Рейзера, да. От этого колл мы сыграем. У него потому, что спектр коллова пол колоды. Не думаю, что я тут должен ставить. Он сам тупо не блефует. У меня есть нот, что он ИП не блефует. Свои недоезды. Ну, валетиком он доехал. Он его мог вылюбетнуть. Либо на терне, либо на ривере. Я бы на терне скорее даже его вылюбетнул. Ну, небольшим сайдингом. Около полпота, а можно даже меньше. Но все равно он инвалидит все мои там дрова. Анафлопеем, миллион дров. Так, 7-8 мы просто фолдим, ничего не придумываем. Тут вообще нельзя ничего придумывать. Все, кто тут что-то придумывают, играют. Чаще всего не в плюс из фишерегов. Тут нельзя ничего выдумывать. Хотя, потому что в фолдэквити нету. Хомби игроки сами влюбетить не будут адекватные там руки, которые они должны влюбетить. Но вот именно ваши влюбеты, типа, они с радостью на любых блавкетчерах будут коллировать. Ну, то есть они сами влюбетить не умеют, но почему-то считают, что остальные все время блефуют. Я тут даже сыграю через лимб. Ну, он такой выглядит немножко маргинально, но на малом блайнде на бат они тоже хобби игроки сидят. Окей, после двух чеков забираем. Ну, пытаемся. Нет, чек кол чел играет в олимповном боте. Ну, все равно он на терне бы и не фолдил, и на ривере его мэджик гатшот доехал. Ну да, чек кол офигенная линия. В кавычках. Так, че у нас? Туздама зашла. Мы, конечно, изолируем. Мы изолируем. Вот такой борт. Тоже можно ставить одну треть, можно пол пота. Как хотите, в общем-то. На таком терне мне слишком много фолд-эквити будет. Блин, ну на большую ставку нужно падать. Чек, чек меня устроит. Окей. Так, ну четверки, увы, четверочки не упало. Чел нас сам интрибетил, но мы не будем ставить. Тут либо ставить много улиц, пытаясь выбить его дам. Но у него тут спокойно могут быть и туз король, и тузы, и короли, и туз дама. Которую он зачем-то чекает. И король дама там фиг знает. Он минтрибетит. Борт, по сути, его, так что отдаем. Заслужил товарищ хобби игрок. Ну мы, по сути, и спектр value минтрибета только дам выбиваем, так что не стоит этого делать. Потому что мы получаем один чек кол на флопе, и мы вообще не понимаем, что нам делать дальше. король валет открылись, получили миллиард колов. Спокойненько сдаемся. И то фолд играем. К самому можно открываться более-менее широко. Потому что тут на полтиннике вас за это никто наказывать не будет. Это на сотки уже отрибетит почаще. Ух ты там, за первым столом кулер на 150 бб. Ранки бой оставил себе 50 бб, взял кэш ауды. Ладно, подождем пока он кончится. Он еще и тильтовать может, насколько я помню. Аквалеты восьмерки. Так, даму восемь мы уже дефаем. Это у нас что-то типа дабл бэли. 7-ка это. Ну а тут он сам никогда не поставит так что... Сам он тут даже две пары, но вряд ли поставит. Десятки я против Тайтова ПФРа тупо заколлировал. Но все равно на самом деле можно было и потребитить. Ну и что, особо сильно по EV там отличаться не будет. С десятками мы мультивейтчик не против сыграть на set value. Ну либо если откроется флоп очень низкий и он поставит сабэдпот, то я все равно буду свои десятки фолдить. В любом случае мы их нормально разыграем. Если бы открывался там адекватный чел, я бы его, конечно, потребитил. Всегда практически. И выставился, ну, фишерегом с более-менее адекватным. До флопа он был на баттоне, я на малом лайде. А вот фишерег выставляться тут не факт, что даже с адамами будет. И я на низком флопе ему все это заплачу. Он их заведет колом. Вот наш трибет. Это так, это мысль вслух. Все равно супер выгодно его было затрибетить. От настроения зависит. Так. Так, нате вам мин трибет. OpenRace call и мин трибет 2x. Погнали. Интересный флоп. Какую-то фигню товарищ сыграл. Так, с валетами у нас тут вообще дипстэки с этим товарищем. Ну, я на позиции. Так что это особо прям не влияет. Ну, блин, чел, ну что ты делаешь? Он спровоцировал вот этого на кол, но у него, видимо, совсем была вата. Раз он не хочет играть. В дипстэках со мной. Ну, тут я впереди диапазона. Должен был. Ну, должен быть. У вот этого тоже. Обычно вата, да. Мы впереди выставились. Посмотрим, что упадет. Ну, хобби игроку дам упала. Ничего страшного. Но главное, что он выставился позади. Позади всех. Выиграл. Обе игроки так любят делать. Ну, вот. Блин, я фиг знает. Ну, пора против адекватного чела. Это очевидно. 4-бет всегда, но это... Непонятный. То ли фишерек, но что-то он с неполным стэком играет вообще. Фиг пойми. Как он реагирует на наш 4-бет будет. Так что скинул просто. Так, ну, хобби игрок. Плюсанул, ушел. Чуж. Все правильно сделал. Больше ему тут не выиграть. Так. Более 9 после кола от випача мы тоже должны заходить. Так и тут на цбет от анпафа я бы даже зачекройзил еще на флопе. Чекол мне не очень нравится. Я на терне очень плохо буду репрезентировать сильные руки. Ну, вот только на бубнушки, да. Ну, так. Сетов у меня в очаколе на таком флопе нету. Ну, валет-дама, может быть. Ну, короче. Большинство сильных рук я еще на флопе чекройжу. Был бы радужный флоп я бы заколировал, потому что я там и сеты коллирую на радужном чаще всего. Ну, типа я могу заколировать и чекройзить там практически любой терн в теории в вакууме и флт-эквити против адекватного чела будет супер много. Если он не склонен к телефонизму. Просто пока ничего не происходит такого интересного. Так, тут сел какой-то товарищ из Бразилии со стеком 50. Тут сидит товарищ. За 7 рук не сыграл ни одной руки. Сейчас подождем еще несколько рук. Предметим его фишенитом, если он не начнет играть. А, ну вот он, афтершокун, да. Это фишенит. Фишенит. Он нам не нужен. Ну, заметим, что чел открывается 4х. Это его первый вообще стил из поздней позиции. Степанюк открывается. Он в итоге открывается 18. Это легчайший сквиз. Открывался бы он 11. Я бы подумал насчет сквиза. Но тут это авто сквиз. У хобби игрока тут клуб он вообще широкий. Около 15% плюс-минус. Думаю. С баттона я обычно открываюсь. Два баба, если тут сидят фишереги слэш фишениты. Но если вот чуваки вот такие вот с большим уколопаном, то открываюсь. Х3. Вот такие вот. Потому что я с ними хочу играть. Большой пот. Чтобы забирать или валюбетать много дороже. Либо забирать чуть больше пот. Либо валюбетать. Да. Валеты. Этот чел что-то с баттона постелил, да? Или что он сделал? Ладно. Пофиг. Ну да, он постелил и выкинул на 3-бет. Так, этого чела мы 3-бетим, конечно же. До 7 блайндов. У него 52 бестэк. Он послушно падает на 3-беты. Но если он пушит, я тут закрываю. Но потому что еще и мертвые деньги. И спектр пуша будет на 45 блайндов. Широкий. Он решает коллировать, да? Ой, фолдить, блин. Вот этот вот нас заколлировал. Тут мы, конечно же, чеколим. Флоп. Ну, с карманной парой я не думаю, что он бы поставил пуза. Он бы ее чекал до смерти. Всякий валет 10. Он бы тоже чекал даму, он бы чекал девятку, чекал. Остается король валет. Там что-то типа, которое он чекнул. Флоп, чтобы реализовать эквити. Из блефа. И на терне уже сжал свои шарики и поставил. Но там у него, видимо, все пузыкс есть. Колли 7 блайндов. Возможно, даже разномастные. Поэтому сыграл чекфолд. Если бы там спектр узкий был, то мне бы нужно было чекколить. Но если там широкий спектр, то это чекфолд. Да потому что в широком спектре все тузыкс. И их на самом деле очень много. Восьмерки, увы, мы ничего не можем поделать. Мы можем просто скинуть тактус король дамы. Unpuff коллировал. Зачем-то тузов. А, ну да, тут Бельведера. Да, все правильно делал. А, ну Бельведера еще не в игре. Так что у Бельведеры общий... Так, либо это 11,2. Насколько я помню. Сквиз тоже широкий. Так, на баттоне. Ну, челфолдит на цбет. Под 60. Давайте на баттоне все-таки изолируем. Даже такой плохой туз. Шестерки. Амнистика чекфолдит на флопе. 78, если не поставился бет. Поэтому... Блин, что за борды падают для карманных пар. Тут эти валет 8 сильно помогают. Вот, в общем-то, ему можно было пытаться на флопе баррелить. Но если бы он еще не стал чек-рейзить. Потому что он может вполне. И опять он коллирует. Он тупо любит даже без позы заходить в мультивей. Это чел, ты что делаешь? Ты куда сквизишь столько? Ну... Ой, открываешься, то есть... Ну, тут я не посквизить не могу. Тупо после меня тут одни регуляры. Если я сыграю колл, то посквизят они. А я хочу с ВИП, о чем в идеале остаться. Ну, либо сыграть мультивейчек, ладно. Так, что мы хотим здесь делать? Я думаю, что через чек сыграем. И на тёрнем уже будет моя ставка. Так, 12BB. Ну да, я тут одну ставку всегда коллирую. Думаю, резить не буду. И на ривере, если мы играем чек-чек, то у нас всё более-менее... Подставная карта в том плане, что тут у амнистики может быть надфлаж в теории. Чек, да? Ну, нам плевать, мы... Мы вылюбодим. Не зря нам доехала вторая пара, я надеюсь. Ну, блефовый чек-пуш мы тут не увидим. Если чек-пуш, то это value. Сильно лучше, чем наша. Даже сетом то чек-пушить не будет. Ну, если он использует весь таймбанк, а чек-пушит это, инстафолд. С моей стороны. Ну, всё-таки выдумал. Ну, блин. Выдумал. Хирокол. Вот такие вот хироколы делать нельзя. На этом лимите, потому что... Я вот, видите, с тузом, как даже пассивно на флопе сыграл. А вот это я, который хоть что-то понимает. Остальные в тысячу раз более пассивные тела. И могут даже чекнуть behind. Туз 10. На ривере. А потому что не увидят value. С жирным хобби игроком в апоте, как бы. И получается, что у меня вот это ещё. Такой. Типа тонкий вылюбит. Хотя, на самом деле, это, конечно, нифига не тонкий. Но вот по отношению к полю, типа, он. Такой. Не прям, чтобы дефолтный. Так. У него ещё и блокер был. А, нац. Флаж. Это ж ужас. Пафа. Ладно, мы не трогаем без позиции пусть. Ну и вот тут он блефово открываться тоже не может. Тут и Бельведера, и куча хобби игроков. Он тут открываться будет узко очень. Поэтому мы его вообще не блеф 3-бетим. Так. Белиссимо. Чо он лимб колит 72. Не надо нам. Ладно, я давайте буду заканчивать даже сессию. Туз хай мы не превращаем в лев. Я не хотел его превращать, но... Теперь мы всё-таки его мелкие пары всегда выбьем. Валета икс там практически нет у него. В чек-чеке он с валетом хай бы пытался забрать этот банк. Думаю. Даже такой пассивный чел, потому что шоу-даун вэлю-то нету. Совершенно. Сейчас ещё сыграем. Несколько раздачек. Три столика есть. Вот. Ну, короче говоря, подумаем. Я даже не знаю, идти ли мне на сотку. На сотке, как я уже говорил, не просто селектить, а миксовать сотку и полтинник плохо, если на сотке мало сотолов, из-за того, что если новый стол сотки открывается, а ты в лобби не сидишь и не смотришь, то ты просто не успеешь занять нормальное место, если у тебя открыт стол полтинника, ты не успеешь его закрыть и сесть на сотку. Из-за этого получается непонятная фигня в то время, когда мало столов сотки. Так, давайте пятёрки разыграем, думаю. Ну, ладно, сейчас. Ладно, всё. Давайте посмотрим на результаты. Мы отыграли там 45 минут. Ну, ещё и до сессии я там... Ой, до видео немножечко поиграл. Ну, мы вот опять отчёты выиграли. Около трёх боинщиков. Сейчас просто неплохое. Как вы видели, время неплохие. Славы. Ладно, всё. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok